Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Живая история. К 60-летнему юбилею города в Заречном планируется создать уникальную историческую выставку, основанную на реальных воспоминаниях горожан и связанных с ними артефактах. Сконструировать этот образ Заречного, неофициальный, его можно через те предметы, которые хранятся в личных архивах. Искусство в массы. Завершился первый городской конкурс пробмастерства работников культуры. Овации, аплодисменты и, конечно, низкий поклон во всем за то, что вы ежедневно, ежечасно, ежеминутно дарите нам ощущение счастья и праздника. Олимпиады для рабочих рук. На градообразующем предприятии прошел конкурс пробмастерства в новом формате. Конкурсы по методике Бортскелс проводит госкорпорация Росатом. Поэтому мы тоже перестраиваемся, мы тоже изменяемся. Об этих и других новостях чуть позже, а сейчас о главном. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду 28 марта в связи с гибией ее людей в результате пожаров Кемерово, сообщила пресс-служба Кремля. В документе говорится о постановлении главы государства в день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги. Правительство России совместно с органами государственной власти субъектов федерации поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и в воскресенье было много детей. По последним данным, которые приводит Интерфакс, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится. В день общенационального траура телерадиокомпания «Заречная» отменяет показ развлекательных программ и рекламы. В «Заречном» продолжается работа над проектом мемориала основателям города. Напомню, идею его создания, высказанную почетным гражданином «Заречного» Александром Киреевым на встрече с генеральным директором Госкорпорации «Росатом», Алексей Лихачев поддержал. Памятный знак будет установлен в рамках реализации инициированного «Росатомом» проекта «Слава Созидателям». Разместить мемориал планируется перед зданием музейно-выставочного центра. На очередном заседании рабочей группы по созданию памятного знака собравшимся были представлены расчеты затрат на проведение работ по благоустройству территории перед музеем и обновлению фасада здания. Кроме того, участники встречи рассмотрели и несколько вариантов самого монумента. К единому мнению, пока прийти не удалось. По итоговым обсуждениям принято решение, чтобы каждый член рабочей группы подготовил в письменном виде свои предложения по внешнему виду памятного знака. Мы потом это все систематизируем, обобщим и на следующей неделе соберемся и тогда рассмотрим какое-то общее задание, после чего можно будет уже привлекать специалистов к этому вопросу. В воскресенье 1 апреля завершится пятый городской благотворительный марафон. Финальной точкой станет единственный показ спектакля «Качели» на сцене Дворца культуры «Современник». Благотворительный марафон и спектакль с участием известных зареченцев – это часть проекта «Дар во благо» фонда поддержки городских инициатив. За пять лет реализации проекта помощь в оплате дорогостоящего лечения и реабилитации была оказана более чем 30 зареченским детям. Одним из тех, кто получил поддержку, стал двухлетний малыш Дамиан Герасимов. И все горожане, участвующие в благотворительном проекте «Дар во благо», могут вновь помочь ему и другим маленьким зареченцам обрести надежду на выздоровление. Вот здесь грибочек раскрашен. О, вот. Это же мухоморчик. Он должен быть с белыми пятнышками. Смотри, как красиво получается. Ну-ка, выпрямляй пальчик вот такой. Рисование – одно из любимых занятий маленького Дамиана Герасимова. Под руководством педагогов комплексного центра социального обслуживания населения он раскрашивает картинки, пробует рисовать самостоятельно. Это стало возможным благодаря титаническим усилиям родителей малыша, консультациям российских и зарубежных специалистов. Вот уже несколько лет они помогают Дамиану бороться с диагнозом детский церебральный паралич. Первый положительный сдвиг произошел после курса реабилитации в Израиле. Мы привезли ребенка, можно сказать, лежачего, то после их реабилитации он у нас держал голову и, в принципе, он мог удерживать себя в корпус. Вот, хотя он вообще этого не мог. Он начал переворачиваться. Затраты на дорогостоящий курс лечения были частично скомпенсированы за счет средств программы «Дарва блага» Фонда поддержки городских инициатив. Собрать необходимую сумму помогли неравнодушные зареченцы. Они приняли участие в благотворительном марафоне в рамках проекта. Нам были выделены два раза на компенсацию наших поездок, в основном, которые были у нас в Израиле. Первый год у нас самая такая длительная поездка была в месяц. У нас там была и реабилитация, и полное его обследование. Сейчас Дамиану нужен еще один курс лечения у израильских специалистов. Поэтому его родители снова обратились в фонд за помощью. Финальным аккордом масштабного благотворительного марафона «Весна на Заречной улице» станет спектакль качели. Все собранные средства будут направлены на оплату курсов реабилитации и закупку лекарств и медицинского оборудования для Дамиана и других зареченских ребятишек, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Для этих детей и их родителей каждое, пусть и небольшое достижение, уже победа. И в наших силах помочь им сделать еще один шаг на пути к выздоровлению. Молодец. О возможном участии в сборе средств нуждающимся в лечении детям сегодня речь пойдет и в программе «Вопросы есть». Одна из тем выпуска – варианты оказания благотворительной помощи. Зареченцы могут перечислить денежные средства на банковский счет, реквизиты которого можно найти на нашем сайте официальном, адрес сайта фондзата.ру. В разделе «Как помочь» есть все виды помощи, которые может горожанин осуществить. Полный ответ исполнительного директора фонда поддержки городских инициатив смотрите в программе «Вопросы есть». Кроме этого, специалисты предприятий и организаций расскажут о том, какие участки городских дорог будут отремонтированы в 2018 году. Какие работы по благоустройству будут проведены в зоне отдыха лесная. Какие оздоровительные группы открылись в плавательном бассейне «Заречный». Об этом сегодня на нашем канале, сразу после выпуска новостей. К 60-летнему юбилею города в «Заречном» планируется создать уникальную историческую выставку, основанную на реальных воспоминаниях горожан и связанных с ними артефактах. Сотрудники Музейно-выставочного центра, выступившие с идеей подготовки экспозиции, объявили о начале общегородского фестиваля «Конструируя прошлое», в ходе которого зареченцы смогут принять участие в создании выставки. С пресс-конференции, посвященной старту историко-социального фестиваля, репортаж Анны Литвиновой. Из истории конкретных людей сложить историю целого города. Музейно-выставочный центр приглашает горожан стать создателями уникальной экспозиции. В рамках фестиваля «Конструируя прошлое» в музее готовится выставка, главными экспонатами которой станут личные реликвии горожан. Сконструировать этот образ заречного, неофициальный, его можно через те предметы, которые хранятся в личных архивах, и которые для людей представляют действительно очень высокую ценность. Это вещи, за которыми скрыты какие-то интересные истории, какие-то значительные переживания. Вот мы через такие предметы хотели показать историю нашего города. Частичкой своей личной жизненной истории некоторые горожане уже успели поделиться. Среди них первый зареченский чемпион мира по самбо, победитель и призер чемпионатов России, мастер спорта международного класса Валерий Волков. Исторической экспозиции он предоставил две самые дорогие для него награды. Их зареченский спортсмен завоевал в 1997 году. Это медали чемпиона России и чемпиона мира по самбо, по нашему отечественному, идущему из глубины веков виду спорта. Интересно, что мой товарищ по сборной, Тагир Абдулаев из Санкт-Петербурга, тоже выиграл золото в 90 килограммов, и тренером у него был Владимир Владимирович Путин, наш президент. И вот именно за ту победу Путину присвоили звание заслуженного тренера России. Принять участие в создании уникальной выставки могут все желающие зареченцы. Для этого нужно отыскать дорогой сердцу предмет или фотографию, с которой связаны теплые воспоминания из прошлого. Затем необходимо заполнить заявку на участие в фестивале. Она размещена на сайтах МВЦ и Департамента культуры и молодежной политики. Заявки и экспонаты будут приниматься в городском музейно-выставочном центре с 1 апреля до 1 сентября. Сохранность семейных реликвий и их возврат после завершения фестиваля гарантирован. Открытие исторической экспозиции, посвященной 60-летнему юбилею Заречного, запланировано на 10 декабря. Анна Литвинова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». На городообразующем предприятии состоялся конкурс профессионального мастерства по методике WorldSkills Russia. К интернациональному некоммерческому движению WorldSkills наша страна присоединилась в 2012 году. А зародилось оно в послевоенные годы в Испании, когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первоначальная цель WorldSkills – популяризация рабочих профессий и повышение их престижа. Кроме того, сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. Светлана Теплухина о новом конкурсе профмастерства сотрудников градообразующего предприятия. Несколько десятков сотрудников Зареченского градообразующего предприятия приняли участие в конкурсе профессионального мастерства. Состязание представителей рабочих профессий – многолетняя традиция производственного объединения «Старт». Но этот конкурс необычен. Второй раз заводчане соревнуются по методике WorldSkills Russia. Дело в том, что конкурсы по методике WorldSkills проводит госкорпорация «Росатом». Поэтому мы тоже перестраиваемся, мы тоже изменяемся. Если традиционные конкурсы мы продолжаем проводить по той методике, по которой и раньше проводили массовые профессии, то есть компетенции, которые требуют измениться уже, подход свой к проведению конкурсов. И мы вот стараемся идти в ногу со временем, поскольку методика распространена именно среди рабочих профессий. Методика WorldSkills Russia предполагает и более сложные задания, и более строгие критерии оценки. Тем не менее, желающих попробовать свои силы в соревнованиях становится все больше. И если в первом таком конкурсе в апреле 2017 года состязались представители трех специальностей, теперь за звание лучших заводчане боролись уже в шести компетенциях. Разработать 3D-модель, узла и недостающие элементы – такое задание выполняли участники конкурса «Инженерная графика КАД». Я вот самый лучший технолог, и я, конечно, вам завидую. Если раньше мы сидели и тушью писали на КАЛЬКе техпроцессов, и чем больше напишут, тем лучше технолог. И вам успехов. Очень приятно, что наше предприятие, ну, посмотрите, как бы старается быть на острие, проводят все эти конкурсы. И то, что проводят это одно, но то, что вы эти конкурсы поддерживаете. В компетенциях сетевое и системное администрирование и ремонт механического оборудования конкурс проходил в два дня. Было вчера, задание первое – это шабрение и эскизирование. Сегодня второй день соревнований изготовления деталей и второе задание – проверка на точность станков. Своё профессиональное мастерство продемонстрировали также специалисты по токарным и фрезерным работам на станках с числовым программным управлением и электромонтажники. После подведения итогов всех конкурсов профмастерства по методике WorldSkills состоится торжественная церемония награждения победителей и призёров. Обладателям высших наград предстоит защищать честь предприятия на дивизиональных соревнованиях, запланированных на апрель и май. Там пройдёт отбор участников для отраслевого конкурса «АтомSkills». Светлана Теблухина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». 27 марта свой профессиональный праздник – День войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечает военнослужащий и гражданский персонал Росгвардии. Он был установлен указом президента от 16 января 2017 года. Выбор даты не случайен. В течение 20 лет, начиная с 1996 года, ежегодно 27 марта, отмечался День внутренних войск МВД России. А поскольку данные войска в апреле 2016 года были преобразованы в войска Национальной гвардии Российской Федерации, то и праздник был переименован. В «Заречном» поздравлении в этот день принимают служащие войсковой части 34-73. Торжественное собрание, посвященное Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации, прошло в управлении Росгвардии по Пензенской области. В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти, взаимодействующих структур, ветераны, сотрудники, военнослужащие и члены их семей. Мы выдержали заданный темп работы и не снизили эффективность нашей служебной деятельности. И самое главное, мы сумели сохранить все славные традиции, которые накоплены за годы развития подразделений. Личный состав Росгвардии Пензенской области добросовест несет службу на порученных участках. Дорогие ветераны, уважаемые коллеги, истинно поздравляю вас с профессиональным праздником, от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в благородном деле, в служении Отечеству, в защите законных интересов граждан. У вас очень много задач, которые перед вами стоят, и все они связаны с риском для вашей жизни, для вашего здоровья. Хочу поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать добра, счастья, уюта. Вот в авиации есть такая поговорка, количество взлетов должно равняться количеству посадок. Так вот, я вам тоже пожелаю, чтобы количество выходов на службу равнялось количеству приходов домой. С праздником! В ходе торжественного мероприятия особо отмечены отличившиеся военнослужащие и сотрудники Росгвардии. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, приказом директора Федеральной службы войск Национальной гвардии вручены ведомственные награды за отличие в службе 1-й и 2-й степени, за боевое отличие, за отличие в службе в особых условиях. Три детских оздоровительных лагеря организованы для зареченских школьников в дни весенних каникул. В загородной звездочке отдыхают и готовятся к новым победам спортсмены. Высокомотивированные учащиеся углубленно изучают предметы школьной программы в 230-м лицее. А творческие, социально активные и технически мыслящие школьники занимаются во Дворце творчества детей и молодежи. Одним из первых занятий в этом лагере стало авиамодельное конструирование. С подробностями Анна Литвинова. Ножницы взяли, теперь разрезаем по всем линиям. Желательно сначала вот это отрезать, вот так, а потом уже вдоль урезать. Из простой бумажной заготовки сделает летающий самолетик. Этому воспитанники весеннего лагеря на базе Дворца творчества детей и молодежи научились на авиамодельном мастер-классе. Для школьников открыты разные творческие мастерские. По фотографии, 3D и авиамоделированию, а также спортивные и актерские кружки. Смена называется «В движении». Здесь у нас не просто смена, это игра, направленная на развитие социальной активности у школьников в период весенних каникул. Дети проводят очень веселое время и с пользой. В весеннем лагере отдыхают 67 школьников. Несмотря на различия возрастов и интересов, ребята уже успели познакомиться и обзавестись новыми друзьями. У меня есть друг Леша, мы с ним вчера познакомились перед зарядкой. Мы с ним сегодня разговаривали тему про самолетиков, буберангов. Что лучше, дома в каникулы сидеть или в лагерь ходить? В лагерь ходить, чем дома телевизор сидеть с телефоном. В телефоне можно глаза сломать. Смена во Дворце творчества детей и молодежи закончится вместе со школьными каникулами. В пятницу 30 марта школьников ждет танцевальная игра «Старт тинейджер» и прощальная дискотека. Анна Литвинова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Работники культуры Заречного отметили свой профессиональный праздник – состязание в мастерстве. В этом году в городе впервые прошел конкурс профмастерства среди культработников. Его итоги подвели на торжественном вечере, посвященном Дню работника культуры. Рассказывает Ксения Тризна. Восемь сотрудников городских учреждений культуры приняли участие в конкурсе «Мой город – это часть меня». Такие профессиональные состязания проведены в Заречном впервые и приурочены к его грядущему юбилею. Конкурс проходил в два этапа. На первом участники представляли жюри проект мероприятия. На втором – воплощали его в жизнь. Сотрудница Центральной городской детской библиотеки Елена Дунаева провела интеллектуально-познавательную краеведческую игру «Мал городок да дорог». В ней приняли участие дети младшего школьного возраста. В игровой форме мы с ними говорили об истории Заречного, о том, как наш город образовался. Вспоминали прошлое, смотрели, играли. Ну и говорили о том, какой же наш город стал сейчас. По условиям конкурса выступления участников должны были отвечать целому ряду требований. Мероприятие, которое провела Елена Дунаева, максимально соответствовало всем критериям. Так она стала победительницей первого городского конкурса профессионального мастерства среди работников культуры. Совершенно было неожиданно. Я несколько мероприятий смотрела, еще потом сама. Но до конца это была интрига, так скажем. Итоги конкурса подвели на торжественной церемонии, посвященной Дню работника культуры. Со сцены звучали теплые слова и поздравления в адрес ветеранов. Тех, кто 60 лет назад начал закладывать культурные традиции совсем юного города. И благодаря кому сейчас Заречный носит гордое звание культурной столицы Росатома. Огромное вам спасибо, уважаемые ветераны, за то, что вы создавали культуру города Занечного. Это уникальная культура, которая отличается от культуры Пьенза, отличается от культуры других закрытых городов. И в этой уникальности наша с вами сила. Сегодня в Заречном работают 8 учреждений культуры. Почти 500 сотрудников делают все, чтобы жизнь в городе стала яркой и интересной. Ведь наши праздники – это их работа. Овации, аплодисменты и, конечно, низкий поклон вам всем, за то, что вы ежедневно, ежечасно, ежеминутно дарите нам ощущение счастья и праздника. Спасибо вам большое. На торжественной церемонии ряду сотрудников учреждений культуры вручили благодарственные письма главы города, а также почетные грамоты и благодарности Департаменту культуры и молодежной политики. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Подробнее о первом городском конкурсе профессионального мастерства работников культуры, о новых проектах, направленных на повышение качества услуг культучреждений «Заречного», и о том, как молодые специалисты создают новое культурное пространство города, мы сегодня поговорим с начальником Департамента культуры и молодежной политики Николаем Сизовым. Интервью в студии через пару минут. Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Продолжение следует... Ждем тебя к себе в салоны «Оптика Пенсне». Ценный подарок каждому покупателю. Подробности по телефону или у консультантов салонов. Превратите труд в удовольствие. Вместе с магазином «Наша дача». Огромный выбор семян и луковичных растений. Укрывной материал и садовый инвентарь. Средства защиты от болезней и насекомых. Всегда в наличии голландский лук-сивок. А для любителей комнатных цветов – пластиковые и керамические горшки, специализированные грунты и удобрения. Приходите в магазин «Наша дача». По адресу Заречный, улица Комсомольская, 12-2. Телефон 256797. Действуют сезонные скидки и акции. Пока держим цены. Спешите заказать окно. Количество ограничено. Компания «Ремстрой». Новая весенняя коллекция. Влале «Антилоп». Кожаные куртки от 7500. Улица Московская, 100. Второй этаж. Проблемы нехватки кадров решили на Петрозаводск «Маше». И вагоне в натрии. В новом костюме от белоярских атомщиков. Строители «Росатома» доказали свой профессионализм. Смотрите в среду в 20.00. В 2018 году нашу страну ждут новые вызовы. Нам необходимо сплотиться перед лицом внешних угроз. Давайте вместе со всей страной выберем наш путь. Путь граждан страны «Росатом». Путь создателей атомной отрасли. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник Департамента культуры и молодежной политики Заречного Николай Сизов. Добрый вечер, Николай Анатольевич. Добрый вечер. Итак, закончен первый городской профессиональный конкурс. Конкурс профмастерства работников культуры. Николай Анатольевич, вы как начальник Департамента культуры, как непосредственный руководитель работников культуры, что вы увидели для себя? Потому что в основном, конечно же, принимали участие молодые работники культуры, которые не так давно работают в учреждениях. Что вы для себя увидели в этом конкурсе, в участниках? В первую очередь, я хочу сказать, что все учреждения приняли участие, что откликнулись молодые специалисты, молодые работники. То, что есть желание делиться своими наработками, у них есть. Они готовы были общаться, они готовы были слушать замечания, пожелания. И вот это, наверное, главное достижение, которое, я считаю, действительно было выполнено. Хочу сказать, что мы по-другому посмотрели на тех ребят, которые работают в наших учреждениях. Я несказанно рад, что у нас поровну были представлены 4 были молодых человека, 4 девушки. Значит, это главный показатель того, что в культуре работают и парни. Собственно говоря, я это приветствую. Каждый был неповторим, каждый был уникален. Молодежь у нас креативная, в чем-то дерзкая, в чем-то по-хорошему, в чем-то неповторимая. Но каждый по-своему творец, каждый по-своему творческий человек. Иначе в культуре работать нельзя. Николай Петрович, вот есть такое мнение, что вот есть такие, знаете, особенно в культуре, в театре, в кино. Но есть такие мэтры заслуженные, которые своим авторитетом давят молодежь и не дают им развернуться, показать все, на что они способны. Но есть такое мнение, бытует уже на протяжении многих-многих лет, что есть эдакие, которые давно сидят и никому не дают дорогу молодым. А они вроде бы как хотят. Вот вы увидели в участниках конкурса некое сочетание приверженности к традициям и своего вот этого молодежного креатива. Естественно, что все участники конкурса опираются на базовые вещи, естественно. Я хочу сказать, что сам по себе каждый из участников не готовился. Понятно, что там помогало учреждение, помогало методически, помогало технически. И это получилось в чем-то, в каких-то вопросах даже коллективный труд. Это здорово, это хорошо. Вот здесь как раз сочетается и опыт, и молодость. Для меня еще принципиально и важно, что это не просто показатель, кто первое, второе, третье место займет, у кого какой рейтинг будет. А желание вот этих молодых ребят еще дальше продолжать обучаться, самообучаться и развиваться. Вот это есть. Кому-то пожелания мэтров, как мы говорим, кому-то казались обидными, кому-то там несправедливыми, кому-то обидными. Но по прошествии времени мы же ведь потом понимаем, что это все не зря. Это не потому, что личное отношение к конкретному из участников, а это есть все-таки базовые какие-то принципы. Это за активизм. Конечно, да-да-да, которые нужно задействовать. И еще, я рад, что после этого первого конкурса нашего профессионального, часть из ребят дальше пойдут учиться. Вот это, я считаю, главное достижение. Ну, собственно, в этом вопросе все. Да, и были ли предложены некие новые формы для проведения досуга участниками конкурса или вообще молодыми работниками? Потому что, ну, опять же, есть такое мнение, что в Заречном для молодежи нет ничего. То есть есть для детей и есть для старшего поколения творческие вечера, концерты и так далее. И для деток совсем маленьких. А вот для как раз тех самых, того самого поколения, которое представляли молодые работники культуры, в Заречном мероприятии маловато. И поэтому все едут в Пензу. Видите ли вы вот в участниках культуры, в участниках конкурса профмастерства, вот тех людей, которые будут что-то предлагать, что-то делать для того, чтобы развивать вот эту часть, эту сферу? Ну, я могу сказать, что три участника как раз и представили тематику, рассчитанную на молодежь. Сергей Тураев представлял молодежно-досуговый центр «Рависник». Он сделал аналог передачи «Вечерний ургант» у нас «Вечерний заречный». Были диалоги, был интерактив. И, собственно говоря, вот этот формат, я думаю, что может быть интересен. Это первое. Кучеревенкова Людмила в Театре юного зрителя, актриса, она предложила интересную форму по стихам зареченских поэтов, музыкальную, литературную композицию. И в нее вплела сюжетную линию. Это подростки, это их чувства, это их отношения. Это тоже было интересно и креативно. Это переработано огромное было количество материала. И еще одна у нас участница из музейно-выставочного центра. Это у нас Кирьянова Алена. Она предложила экскурсию по скульптурам, по территории, где находятся скульптуры. Мы смотрели площадь ДК «Современник», фонтанную площадь. А в перспективе сама вся экскурсия выстроена таким образом, чтобы захватить парк и, соответственно, зону солнечная. Это рассчитано на любого, скажем так, не зрителя, а на соучастника вот этой экскурсии. И я думаю, что это может быть действительно интересно. Потому что знаю, что участница у нас Нестерова Даша предложила фольклорный театр и спектакль. Но, естественно, это рассчитано на малышей. Если мы говорим Чичасов Дима в дружбе, методист, он предложил квест, небольшое вот такое мероприятие на сцене для среднего школьного возраста, ребят. И если мы сейчас говорим Абаимов Александр, это режиссер, режиссер у нас Дворца культуры «Современник», он предложил форму такую, как вечер для ветеранов. Если мы говорим Кожаев Ярослав, он представляет собой, он не собой представляет, он режиссер «Дома молодежи». Он рекламировал «Молодежную дискотеку». Но там были вопросы, которые, я думаю, он воспримет и потом все-таки ее доработает. То есть я могу про каждого говорить, кто что предложил на этом конкурсе, и каждый постарался выразиться. Николай Анатольевич, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Один вопрос, последний. Будущее у Зареченской культуры есть? Есть, когда такие специалисты работают. И хочу поздравить всех ребят, кто принял. И Дунаеву и Лену, это главный библиотекарь библиотечно-информационного объединения с победой в этом конкурсе. Но хочу еще раз сказать, что здесь нет проигравших, здесь все победители. И действительно есть, когда такие ребята работают рядом с нами, и мы на них просто посмотрели другими глазами. Поэтому, ребята, в добрый путь. Спасибо за участие в нашей программе и вам всего самого доброго. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи на канале Заречный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин